Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем ежедневные награды, открываем бесплатную колоду. Так, что нам там? Ничегошеньки не выпадает, 5 долларов только несчастных. Так, ну что, быстренько идем на серию испытаний. Я, наверное, возьму вот это вот, Армагон, Усаги, возьму здесь кроликов. Так, Макман, подожди, возьмем, наверное, Крынга и, ну пускай будет кожеголовый. Допустим так. Ну что, тут будет сейчас быстрое уничтожение наших противников, прям моментальное, я бы так сказал. Давай сделаем массовую атаку за нашего Усаги. Угу. И кролики добьют. Давай, Маузеры, вперед. Да ладно, Леонардо выжил. Ну, это была временная, так сказать, оплошность. Все равно он тут долго не простоял, ну а мы идем дальше. Так, собираем награды. И пойдем-ка в поединках, да? Поучаствуем в поединках, где у нас Рафаэль, навыки. Так, нам нужно прокачать до шестой ступени. Нам нужно найти 14 кружек. Так, ну одна кружка есть. Уже вторая. Остается... Сколько нам нужно было? 12, да? Так, получается 7, 6. 6, 5. Ну, господи, ну 5. Это получается 4, 3, 2, 1. И последнее. Нам же 12 надо было кружек или 14? А, нам 14 надо. Тогда еще 3. 1, 2, и последнее. Я говорю последнее, дайте. Да ну нафиг, у меня пицца кончилась. Прикинь? Кто бы мог подумать, что у меня закончится пицца. Так, друзья мои, на испытаниях... Нет, внимание, Майки, мы с тобой. Вот это городская война, тени на солнце, получается. Давай фармить. Блин, как у меня быстро улетают телепорты, а? Недавно было 250 штук, осталось 131. Ну и из расчета сейчас мы с тобой еще потратим фиг знает сколько. У меня останется меньше сотни. Меньше сотни, ребята. Что-то не то. Нельзя так тратить. Телепорты. Ну что, мы с тобой уже накопили на 3 ДНК. Так, еще 3 попытки у нас. Раз. Два. Три. Бежим в магазин, в предметы и покупаем. Вот так вот. Ну что, друзья мои, 80 ДНК, как ты видишь, и 120 ДНК всего лишь осталось нам найти. Ну а теперь, с вашего позволения, я иду на турнирную арену. У нас Лига Сегунов 2 звезды. Так, 15-20. Ну что, давай, мне придется, ребята, соглашаться с этими условиями. Единственное, что я возьму, наверное, Крайку. Раз, два, три, четыре. И хотелось бы мне, чтобы Крайка, ну, устроила здесь неплохой переполох. Нашим противникам. Она никого не уронила, к сожалению, ребят. Но есть еще шанс. Так, Майки. Красавчик. Троих уронил. Так, этот уклоняться будет. А мы волну с тобой зарядим. Так, этому не помогло. Бибобчика не спасло то, что он там уклонялся. Мы все равно его волной прошили. Огненной причем. Ну что же, прекрасно. Двигаемся тогда далее. 74-я позиция. Не хотят они мне давать 16-22. Так, я возьму, наверное, здесь Слэша. Одного. Раз, два, три, четыре. Ну, мне кажется, он здесь должен справиться. Хотя бы, пускай не завалит всех, но должен очень большие повреждения нанести. Да, даже, посмотри, даже получилось двоих уронить ему. И остальных добивает Микеланджело. Хе. Ну, а что вы хотели? Я лично приблизительно на такое и рассчитывал. Так, мы двигаемся дальше. И у нас 65-я позиция. Так, обновим. Вот, 16-21 у нас есть. И, наверное, я возьму здесь Бакстера Стокмана. Макман, подожди. Я возьму здесь Бакстера Стокмана. И с ним пойдут, опять же, самые слабенькие персонажи. Ну, как слабенькие? Для меня слабенькие. Для нашего противника они не слабенькие. Потому что мы все равно, как бы, по уровню их превышаем. Смертельно. Хотя, подожди, какой там мы превышаем? Они уже 58-61 уровень был. Ага, ну-ка. На тебе. Рафаэль Оригинал просто отдупляется. А он, гаденыш, напал на моего Рафаэля. Классического. Ну что, Лига Сигунов 3 звезды однозначно сегодня будет взята. Ну, попробуйте, надо до Лиги Мастеров как-то добраться. Верно я говорю. Ну что, погнали. Так, ребят, на втором канале я начал снимать прохождение Ховард Легаси. Если кому интересно, то заходите на второй канал и смотрите. Так, 35-е место. Давай, наверное, возьмем 16-21. Здесь одна... Да, Зэк, Зэк, куда ты лезешь? Я думаю, здесь будет достаточно, наверное. Раз, два, три, четыре. Вот так вот сделаем. Сейчас влупим. С вертушки, ну-ка. Нормально. Вообще великолепно. Но опять же, Леонардо очень много скосил МХП, поэтому нам здесь было намного проще пробиваться. Так, 20-е место. И мы берем опять же 16-21. На этот раз я возьму с собой Макмана. Раз, два, три, четыре. Макман, соответственно, со своим ураганчиком. Мне нравится что? Что он снимает бафы. А вот дебафы он снимает или нет? А вот этого я не знаю, ребят. И никак это не узнать мне. Так, сплинтер упал. Ну-ка давай, кабанчик. Да ладно. Кабан. Это самая мощная атака у него получается, когда он летит с базукой, и он не смог ей завалить. Потому что, видимо, она не прокачана, да? Ну что, Лего Сегунов 3 звезды нас уже поджидает. Я, в принципе, к этому готов. Возьму Армагона. Слушай, зачем я беру Армагона? Если здесь, можно взять попроще что-нибудь. Ну, например, вот этого Рафаэля. Возьмем четвертый уровень. Да, бросается черепами. Сейчас посмотрим, насколько он отнимет на них ХП. Ну, неплохо. На сутки, я думаю, он будет нормально втюхивать атаку. Что-то пошло не так. Ребят, что-то пошло не так. Сейчас схильнёт, да? Всё здоровье восстановил, прикинь. Ну, как он атакует, если он... Блин, заморожен, я не понимаю. Блин, кого тут надо? Я... Ну, попробуем, наверное, так сделать. Так, подбили. Отлично. Здесь. Сплинтер пока заморожен. И давай попробуем сюда, наверное, ударить. Прекрасно. Вот. В кого побежит? В кого побежит этот Ахламон? Трэндец. Он, ребята, уничтожил мне. Он уничтожил мне бойца. Рафаэль не справился. Вот что я хочу сказать. Он вообще не справился. Фигово. Значит, делаем вывод, что Рафаэля брать одного не стоит. Сейчас такими темпами ещё кого-нибудь, да, уронят мне. Так, понизили мы защиту. Давай, добивай его. Чудом просто каким-то мы выжили здесь. Но одного бойца, тем не менее, потеряли. И мне это не нравится. Ну, а мы переходим в Лигу Сегунов 3 звезды. Позиция у нас 95-я. Хорошо. 16-22 даже можно не рассчитывать по ходу дела. Возьму Рафаэля здесь тогда. И... Я только Рафаэля, наверное, и возьму. Почему его? Потому что сейчас он первым, кто возьмёт провокацию. И начнёт... Начнёт раздавать звездюля, естественно, ребят. Конечно, против массовых атак это нам не поможет. А хил у них есть? Я не вижу. Так, хила у них нету. Да, может, оно и к лучшему. Так, мы хиляться пока не будем. Нам ни к чему это. Ну что же, сейчас Рафаэль будет, грубо говоря, добивать. Причём всех. Ох. Вот это жёстко. Лишь бы Донателло сейчас свои сюрикены не... Звёздочки не впустил. Так, он берёт защиту. Отлично. Минус. Нифига не сделали. Вообще никак не задеваем его. Вот ты смотри. У меня бойцы 60-го почти уровня. Как он. И мы ему не наносим урона. Вообще ноль. Ой, если бы не Рафаэль, я не знаю. Мы бы его тут ковыряли бы до второго пришествия. Серьёзно тебе говорю. 81-я позиция. Так, ну что мы тут можем сделать? Взять не дают 16-22. Ладно, я возьму эту команду. Здесь возьмём Усаги. Ну и вот так вот. Ну тут Усаги будет достаточно со своей вертушкой. Сейчас накажет их. Сто процентов, да? Сможешь же наказать. Так, эти упали. Да ну, хорош. Пшикай, тыркай. Там, а толку никакого от этого нет. Так, с 81-й позиции на 68-ю. Армагон, давай, выходи. Разомни, так сказать, свои костяшки. Которые уже, наверное, там затвердели. Хэпид такой бежит. Сломя голову, руки назад. Чешет он. Знаете. Тут я даже не сомневался нисколько. Нам надо будет потом, после Рафаэля, не забывая прокачивать Пиццелицево. Хотя у нас до Пиццелицево, насколько я помню, есть ещё бойцы, которых можно тоже прокачивать. Так, давайте я, наверное, здесь возьму Ваню. Сейчас Ванька начнёт тут раздавать налево и направо щелбаны. У него один щелбан, но мощный. И все, наверное, знают. Так. Микеланджело, да, всё-таки первый? Упс. А если так? Добили. Отлично. Превосходно. Ну что же, продвигаемся тогда далее и смотрим на какой полтинник, да? 45-я. 45-я позиция. Но здесь можно взять Донни и Зека. Вот они вдвоём. Раз, два, три. Часто пишут мне, Рэй, начни черепашки Ниндзя играть с нуля. Я вам скажу, ребята, если вы хотите посмотреть, как начинать надо в неё играть, вы можете просто смотреть первые серии, самое начало. Там как раз показано, как надо играть и как не надо. Да и кого лучше прокачивать. Поэтому я просто не вижу смысла начинать её всё заново для того, чтобы, типа, гайд для новичка. Ну, гайд для новичков. Не вижу, ребята, смысла. И, во-вторых, ты представляешь, сколько мне опять придётся прокачиваться. Да я дурею. Я на эту игру и так пять лет ушёркал. А теперь подумай, что если я опять начну. Нет, ребята, уж извините. Лучше вам посмотреть первые серии, там как раз всё будет понятно и ясно. Как говорится, вы увидите и мои ошибки, и как я там и что делал. В принципе, многие так и делают. Плейлист у нас всегда, ребята, закреплён под видео. Так что, в любом случае, не ошибёшься и не пропустишь. Ну, прекрасно. Всё отлично. Такс, дальше. Дальше у нас идёт... Ну да, мы в Лигу Сёгнов... Даже не в Лигу Сёгнов, а в Лигу Мастеров мы попадём сегодня. 16.22. Я, наверное, возьму здесь одного кренка. Ну, тут уже всё. Тут уже пошла элита, грубо говоря. Можно было бы даже кренка и не брать. Сами бы справились. 70-й уровень. Фиг ли тут кренка-то брать. Хе! Давай, влупляй. Хотя мы 70-го уровня, а у них-то там тоже, извините, 68-й. 69-й, 70-й практически. Так что всё нормально, друзья. Вот Доня, кстати. Вот мы тоже с тобой тогда прокачали Донателло в плотиновую рамку. А согласись, у него... Вот этот вот удар метеоритный, он же очень слабый. Он, если только чисто добивать, если сравнить астероид, который пускает Армагон и метеорит именно Донателло, это небо и земля. Просто небо и земля, друзья. Какой урон там и какой урон от метеорита. Так, ну что, я, наверное, уклоняшку поставлю. На всякий случай буквально. Так, теперь шипы. Ваньку надо подбить. Нормально. Ты-тыч. Вырудил. Как сосунка. И погнали дальше. Вот она. Лига мастеров. 89-е место. 89-е место. Так, смотрим. Раз, два, три. Четыре. Пять. Это, получается, у нас последний поединок на арене на сегодня. Давай-ка попробуем без приключений. Итак, сегодня одного бойца потеряли. Так, я, наверное, думаю, что здесь лучше бафнуться. Теперь сделаем вот так вот. Пониженная атака плюс ракета от железноголового. И добивка. Нейтрализатором. Шикардос. Смотри, как хорошо получилось-то, а. Прям чудесно. Но полтинник мы с тобой не возьмем. У нас 76-я всего лишь позиция. Откаты я тратить не буду. Ни к чему пока. Просто идем поднимать уровень персонажа. Это будет у нас... Рафаэль. Получает он 85-й уровень. Здесь дозабираем все наши задания. Ну и, видимо, все пока, да? Да, ребята. Ну что? А следующая серия будет по драконам всадники Олуха. Посмотрим, что у нас там есть. Будет ли какое-то событие или нет? Если нет, то просто там пособираем ресурсы. Может быть, откроем пак сезонный. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok